всем доброго дня я забыла микрофон поэтому на секундочку или меня хорошо слышно друзья как меня слышно забыл микрофон взять я забегу хорошо всем здравствуйте все я уже с микрофоном как меня слышно рада видеть инстаграм надеюсь фейсбук тоже присоединился всем добрый всем доброго дня рада увидеться видите все забыл за время отсутствия прекрасно слышно и так очень рада очень рада друзья пока я тут собираюсь с мыслями я хотел бы вас услышать напишите мне пожалуйста как вы там поживали что сделали о чем думали да еще лучше отлично я очень рада очень-очень приятно что вы присоединились и так быстро да да здравствуйте мы скучали очень рада пишет наталья я тоже это знаете ну я-то не бездельничал конечно хотя выезжала мало но вы видели во первых ролики во вторых у меня очень много проектной работы поэтому я занималась с проектами еще делала одну инструкцию по уходу засадам очень такую серьезную большую когда сделаю потом поделюсь вот но а такая инструкция совершенно для непрофессионалов потому что моих заказчики это не профессионалы и им конечно вплоть до понятия что такое сухая земля если земля сухая это очень сложно я лично говоря я честно говоря не знаю как определить вот может быть кто-то мне подскажет что такое как его как вы понимаете сухая земля и когда как вы понимаете что надо поливать вот как у вас как вы поживаете я вот вижу всем здравствуйте да вижу всех очень прям рада как будто мы правда с вами встретились я думаю что прогресс скоро пойдет таким образом что вы мне там будете в маленьких окошечках махать руками то есть я буду с вами разговаривать вы можете со мной разговаривать не сможете но руками вы мне махать помахать сможете правда поэтому очень приятно друзья ну что я хочу сказать чтобы большому счету у нас с вами начинается новый учебный год и все кто меня обычно спрашивает наталья с чего начать я хочу сказать что вот у нас очень много новичков и я всех приветствую и я хочу увижу что у меня все машки instagram что получается что вы попали в тот самый момент времени когда мы начинаем когда начинается вот этот вот учебный год школе сад по-новому он начинается именно летом и вот в середине месяца у нас будет с вами летний практикум и вот это здорово да хотя я считаю что начать можно с любого момента потому что мы с вами настолько увлеченные люди что если бы не сказали например я прихожу в октябре мне горит наталья ждите до следующего набора до летнего практикума до июля июня следующего месяца я сказал мне я так не могу да я вот начнут так вот как начну так и начну вот и очень часто начинают в октябре но я считаю что лучше всего начинать с лета потому что летом есть наблюдение и все что я говорю можно мне не доверять а можно все проверять и можно все увидеть очень быстро увидеть как наверное вы видите вот моих роликах когда что-то показывают сегодня еще один ролик снимала и все это вот вроде как говоришь где и если вы это увидели то вы сразу еще больше это запомнили впечатлились или там не за какое-то правило вдруг вам стало видно то что я вот вижу вы мне сами пишите и вопросы ваши говорят о том что вы стали больше видеть в своем саду но все-таки и вот и это лето это вот прям вроде как и работать саду надо но вот летом и учиться вообще здорово и особенно новичкам особенно очкам без садового опыта и поэтому вот летний практикум который будет он как раз про то что он дарит вдохновение он как будто бы вы уже на каких-то простых вещах начинаете видеть вот эти правила дизайна а дальше вам уже становится легче уже из кустарниками и с планом даже сада потому что как только мы себя чувствуем немножко дизайнерами это дарит это как будто вот как будто бы еще горизонты шире становится и нам становится проще все остальное воспринимать я вот это так вижу я считаю что лучшее лучший успех это собственный успех и даже крошечный успех дает много много сил и энергии вот поэтому это будет летний практику дальше как всегда 7 шагов потом конструктор композиции и дальше уже вот так вот по кругу всех рада приветствовать еще раз говорю я пришла сегодня поотвечать на ваши вопросы вопросы очень интересные я бы не хотела конечно задерживаться больше чем минут на 30 но максимум 40 вот и есть вопросы на которые я решила ответить в виде вот сегодня с него видел потому что мне задали очень интересный вопрос я сегодня с него завтра надеюсь это видео уже будет посмотрите дальше есть очень много вопросов про бордюрную ленту и поскольку их вот прям буквально по моему четыре вопроса про бордюрную ленту я про нее сниму тоже видео для того чтобы какие-то вещи прям показать рассказать и для того чтобы ну не стали чтобы не стали вы прям человеком который ну рассказать кстати о минусах и плюсах этой бордюрной ленты чтобы рассказать о своем опыте бордюрной ленты почему он лично мне она очень нравится но сейчас в своем саду я от нее полностью избавилась об этом тоже я хочу вам рассказать ну вот будет какой-нибудь там вестиминутный ролик и я думаю что все вопросы мы я там освещу те которые мне задавали вот ну и соответственно какие-то вопросы ну мы не я не отвечу потому что они реально сложные вот они реально сложные и лично мне надо на них думать прямо нормально думать от нормально размышлять так как я люблю нормально у вас вам бы задать бы еще наводящих вопросов потому что ну недостаточно для меня лично таких знаете фильтры помните для того чтобы отобрать растения вот например у меня там есть вопросы а что посадить там между сиренями и между сиренями есть там 6 метров вот чтобы такой вопрос ответить нужны какие-то фильтры которые вот все там не за 265 видов из путеводителя отсеивают 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 и остается например 10 из 10 мы смотрим какие есть питомники и покупаем уже то что есть и вот это первое второе я все-таки всегда исхожу из каких-то ваших или ну там потребности заказчика и в том числе эстетических потребностей и поэтому вот когда вот остается там 20 то вы сами решаете что вам больше всего нравится и какие недостатки растения для вас приемлем потому что как только мы какое-то растение выбираем вы вместе с ними с его достоинством выбираем его недостатки с какими-то нам приятно находиться с какими-то нет есть вопросы на которые я уже отвечала в видеороликах если кто-то ну например по хвойным хочет какой-то мой опыт тут есть недавние ролики по хвойным из моего сада тоже можно будет посмотреть они есть и во всех группах они есть на youtube канале поэтому сходите не там буквально и не так много пока роликов чтобы потеряться поэтому найдите те кто меня что-то про хвойные спрашивал вот что тут мне пишут я на всякий случай вдруг у меня что-то пишите вы кстати можете писать друг правду вас какие-то вопросы и мне приятно будет тоже как-то отреагировать надеюсь я успею а я сейчас давайте по отвечаю на те вопросы которые вот я сегодня услышал они меня прям знаете как эмоционально задели за живое вот например алина спрашивает как вы думаете почему предприниматели которые продают растения нам любителям не стремятся к честности почему так карамельно расхваливают их и как будто забывает рассказать о недостатках например про угроза можжевельника казацкого или про принадлежность растения климатической зоне про то какой высоты может достигать дерево при определенных условиях некоторые вообще ничего не описывают леруа например посмотрите характеристики растений которые в леруа например посмотрите характеристики растений которые они продают понятно что рано или поздно мы в этом разберемся и все узнаем но это отношение так раздражает примерно такие желткачи есть и в ландшафтном дизайне я приведу пример вижу объявление но или на юле что готовый ландшафтный дизайн на 12 соток до 30000 рублей ну думаю окей может быть акции может у них есть формированный пакет который можно просто слегка скорректировать ну любопытно же звоню концу нашей беседы дизайнером стоимость проекта достигает полутора миллионов рублей есть же вариант быть не хапугой и при этом продавать понимаю что вопрос философский но ведь общество давно изменилось почему это отрасль не торопится меняться или я ошибаюсь вот действительно вопрос философский знаете это такой ну ну для меня это вот я сейчас вот вам скажу да есть такой у меня спор с моим главным инженером андреем самарин который говорит мне всегда что от заказчик ответственным вообще за все что происходит на его участке я начинаю себя злиться на это и говорить что ну как это так почему заказчик у которого 10 тысяч дел у которого там свои какие-то заботы проблемы должен разбираться в том как идет процесс планирования и озеленение его сада быть он же не специалист он не чем многих вещей и тонкости не может понять и я считаю что это забота специалиста рассказать заказчику вот что будет если он сделает то-то и то-то если он о чем-то наставит или он в чем-то не доверяет дизайнеру или в принципе в принципе он может вообще ничего не хотеть вот прям вот довериться и делать так как он так как дизайнер ему предлагает это же получается не всегда очень здорово и в общем я честно вам скажу я не знаю ответ на этот вопрос правда как лучше вот с точки зрения теории организации процесса заказчик должен знать что он хочет получить и он должен разбираться вот хотя бы по верхам вот в этом процессе но я вот как обычный человек который тоже каким-то заказчиком бывает понимаешь что мне не всегда хватает времени в каких-то вещах разбираться и тогда я по полной программе тоже могу получить не того чего ждала и здесь друзья но у нас пока так ну вот у нас пока так и ландшафтном дизайне в том числе и я тут сказала бы что ну вот вы по сути учитесь как раз в том числе и разбираться вот в таких вот вещах почему ну мне проще всего наверное сказать почему с продавцами так но первое это то что там работают не всегда не всегда люди которые разбираются вообще вот в растениях вот например сейчас я запланировала знаете мой курс путеводитель по декоративным растениям и вроде как и в ю тубе тоже всего много но вы представляете сколько времени надо чтобы все это изучить и более того я даже сказала не времени а интереса если нет интереса то здесь вообще никаким образом сейчас я посмотрю какие-то штучки если нет интереса то это вообще никогда ну не получится ну разъяснить ну как-то в это въехать отвлеклась просто на сообщение вот поэтому смотрите вас задача разобраться в растениях я считаю что самое главное понимать вообще принципы вот всего невозможно узнать я все не могу рассказать предположим даже если вы год проваритесь в школе ландшафтного дизайна сад по-новому я точно знаю ваше представление об устройстве сада изменится потому что у нас уже есть люди у которой делают сады делают красивые сады и делают эти сады достаточно быстро для непрофессионалов но при этом при этом все равно я не говорю просто ну процентов 80 того что вам нужно знать то есть это вот вполне достаточно чтобы сделать сад но если вы хотите больше вы можете узнать больше это ваше право и всегда найдется то чего из вы знать не будете всего всегда кстати есть то чего и я не знаю до сих пор но потому что я вот какие-то определенные сады делаю а в эту сторону меня как-то не получалось заказчиками работать так всегда складывается к дизайнеру приходит определенный тип заказчика и моя задача вам сказать что есть микроклимат что есть климатические зоны что деревья это деревья это не маленькие деревья про которые я вам рассказываю которые если 6 метров достигает это здорово что деревья это и 12 и 15 и больше метров гораздо и даже 12-15 это считается карликовые деревья а так например сосна помните какая она вырастает в лесу и почему она у вас такая не вырастет конечно она такая тоже вырастет вот то что продает леруа но мне тут недавно рассказали историю про про индию как она освободилась от английского иго вы знаете эту историю когда просто сами индейцы я сейчас конечно все буду немножко путаться но я просто настолько поразил что просто индейцы не стали пользоваться и не стали никаким образом сотрудничать с англичанами это длилось 20 лет 20 лет и после этого англичане ушли из индии понимаете они то есть вот я честно говоря эту историю мне рассказали вот именно слова я хочу даже почитать про это что у меня просто в голове это не укладывается ну как и так жить бок о бок с людьми и перестать с ними взаимодействовать поэтому вот здесь такая же история на мой взгляд что когда нам про что-то продают продают из не той зоны или там еще что-то друзья почему вы покупаете то есть я считаю что спрос рождает предложение если беруа мерлен это продают значит это все покупается значит продают и секвой и секвой дендроны и ту из восточные постоянно я это вижу еще кучу кучу всяких россии которые я даже не знаю то что я не подхожу к леруа мерлен если мы нас привлекает там цена 100 рублей ну давайте считать что это экспериментом я например так отношусь к этому что это просто экспериментом вдруг получится кто-то хочет в этом эксперименте участвовать кто-то не хочет я лично не хочу но то есть тут знаете как став любых отношениях когда там два человека всегда ответственны двое и обвинять вот во всем леруа мерлен что они вот такие я бы не стала бы я считаю что если наша ответственность вот это постоянное покупание безрассудное ну и в общем я этим тоже как сказать не страдал я считаю я считаю что я это все испытывал я все растения которые про которые слышала я все испытывал это я также купила вот такой крошечный каштанчик какая уже прелесть какие же вот эти вот листочки он из такой миленький ну как же каштанчик не купить вот он из семечка там вырос но после того как это выросло трехметровое дерево я его срубила но потому что я просто потом я уже увидел какие каштаны бывают и я подумал что моему на моем участке этому каштану нет места вот поэтому вот такая вот штука то есть но это действительно философские вопросы наверное такой эмоциональная штука алин я вас очень понимаю но вы же здесь и вы не только наверное меня слушайте есть много вещей где можно чего послушать друзья ищите принципы не ищите ответы на вопросы ищите принципы вот во всем в сад посадке в устройстве в планировании садов дорожках не знаю там в защите сада от насекомых ищите какие-то принципы как только вы будете понимать принц ну вот слышать принципы вы вы будете ну думать я могу как я могу это применить своему участку потому что нету ответа на ваши вопросы вот нету на какой-то конкретный вопрос качаясь еще вашего участка невозможно дать ответ потому что нужно много много взять вот этих вот вопросиков вам задать после которых вы после которых мне станет ясна картина и тогда я могу опять вам сказать смотрите может вот так бы может быть вот так быть может быть вот так бы и вы мы с вами опять в беседе чего-то там перекинемся какими-то фразами и тогда я скажу знаете вот мое мнение или я бы попробовала вот сделать вот так потому что решение на сто процентов тоже не бывает но есть те решения которые но с большей степени вероятности будут подходить вот ну к тому и кто или иной ситуации и поэтому если вы не понимаете принципов то скорее всего вы не ну не норни разберетесь во всем этом если вы алин понимаете что надо посмотреть какая климатическая зона у нас у всех телефоны в кармане муж по крайней мере если мы смотрим там растение какой-то мы же можем забить там куда-то и посмотреть какая там климатическая зона ну все-таки вот такие вещи это уже тоже наш какая-то ответственность и мы это должны делать вот что я еще хотела сказать про угроза можжевельника казацкого это на самом деле у меня можжевельнику казацком 20 лет если я сейчас вам научу говорить что не сажайте можжевельник казацкий я вообще очень совру потому что это не во всех областях он как страдает у меня тут и ту 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 более-менее какой-то один нормальный другой похуже солны ничего все равно не собираюсь удалять пусть такой будет какой есть понимаете мы привыкли что все растения должны быть в идеале в идеальном состоянии это очень похоже на то как мы люди про себя думаем что мы должны быть в идеальном состоянии мы всегда должны быть ну вот не такие как есть а такие как на глянцевых журналах вот так тоже не бывает мы все мы себя все знаем мы все не с обложек этих всех журналах но тем не менее мы имеем право тоже на существование с растением то же самое например мне вот такой вопрос тоже задали на который грустный с одной стороны дина спрашивать гибнет сосна фастигиата предыстория такова купила ее прошлой осенью в проверенном питомнике в огромном горшке литров 15 но 15 это честно скажу не огромный горшок сразу посадила перевалкой весной после оттаивания земли иголки стали сохнуть откопала оказалось что корни стянуты вначале сеткой потом мешковиной все освободил посадила по новой корешков всасывающих не было но корни большие и живые я ее и обрызгала и пином и цирконом и ракурсом кормила удобрением для хвойной микоризы проливала однако иголки сохнут но сами ветки не ломаются уже теряю надежду на спасение может еще есть какие методы реанимации или все-таки она погибнет уже со временем и надо выкопать и выбросить друзья вот смотрите дина вот вы перечислили все но возможно вы и вот это делали о чем я сейчас скажу но я вот этого не вижу вообще самое главное когда вы пересаживаете любое хвойное растение это опрыскивание обыкновенной водой это самое главное понимаете вот мы пересаживаем и 6 метровые деревья и ну и тот самый большой который я пересаживал сосну 6 метровую сосну и это не одна была сосна а например там по моему 30 штук посадили за раз страшно ужасно понимаете все страшно и первое что мы делали это сделали специальные дождевание этих сосен чтобы вот этот вот туман они должны были вот в этом тумане быть и каждый день по три раза вот это вот все распрыскивать самой обычной вода и так длился три года понимаете вот вот так вот почему здесь я возможно вы это делали если вы делали то хорошо потому что это вообще самое главное что надо делать но как я сказала что растение они как люди бывает ни с того ни сего вернее даже не с того ни сего ну да бывает ни с того ни сего просто но даже будем считать что питомник проверенный там все было сделано правильно и все хорошо но ни с того ни сего растение гибнет это тоже норма но вот когда я вам говорю что мы сажаем там крупномеры и мы знаем что 10 процентов растений но выпад этот вполне себе достаточный в общем то ничего такого страшного нет но у вас она одна да это не 10 процентов но просто этого возможно одна из тех вот 10 которые вам досталось и которые вот таким вот образом ну вот не пережила вот это вот выкопку потому что сосна вообще растение сложные для пересадки и вообще в принципе то что у нее корневая система для этого не приспособлена и это всегда какой-то риск вот поэтому я конечно очень сочувствую и вам и правда реально со сне но я понимаю что здесь такая вот ну такой эксперимент когда не ну не знаешь вот он будет вы еще не написали сколько вообще она сама по себе например вы пишете горшок литров 15 это правда не очень большой корсок это ну прям на средний а какого она была размера потому что самое важное в соснах это вот соотношение кома и вот это и вот его кроны причем фастегиат она может быть даже не очень большая казаться но это может быть достаточно взрослой сосной потому что вот у нее такая стратегия жизни вот и в общем с одной стороны конечно все эти стимуляторы и pin циркон и ракурс это все здорово но вода которая закрывает устьица помните что я вам рассказывала если вы не смотрели этот ролик про пересадку растения который я там может быть с юмором где-то надеюсь вас это не смутило в нашем очень серьезные вещи написаны я очень рекомендую если вы не видели этот ролик как пересаживать растения почему-то все подумали что это относится к деревьев там ко всему относятся вот какое бы вы растение не взяли начиная от цветка и кончая большим деревом все делается по одной схеме и одна из самых главных процедур особенно для хвойных растений это опрыскивание кроны если у вас нет вот этих всасывающих корешков потому что вот эти если у вас есть вот эти обрубки они не способны ничего всасывать и до того момента когда они способны всасывать ваш задача чтобы у вас испарении скрон и уменьшилось испарении скрон и мы уменьшаем с помощью вот этого опрыскивание сверху это вот ну простая физиология растений и поливать тут надо конечно но это мало что дает именно вот это опрыскивание дает гораздо больше и длительные опрыскивание и как я вам сказала вот мы три года опрыскивали Конечно, самые такие месяцы, когда нужно больше всего опрыскивать, это май-июнь, потом реже. Но вот май-июнь для меня всегда самые стрессовые, ну для меня лично, потому что я вот всё время переживаю за эти сосны, чтобы вовремя эту воду включили, чтобы вот это хорошо, вот сейчас весна холодная, и это самое лучшее для растения. А бывает же, в том году было очень жарко, и я там вся переживалась. Вот, ну какой вывод? Всё бывает, и растение даже самое-самое, самое, вот Саша пишет в закон, не размывайте камы хвойных, сетка и мешковины сгниют, нужно проверить корневую шейку. Вот я тоже, кстати, считаю, что мы тоже не раскрываем вот эту вот, кто-то вот считает, что вот эту сетку надо снимать. Наоборот, как только вы сетку сняли, вы вообще вот всё это там порушили. Вот всё, что там было, и в определённое время это всё выкапывается, всё это наоборот разрушается. Поэтому не надо бояться этой сетки. Бывает, знаете как, вот сетка, она обхватывает вот этот вот ствол. Вот мы всегда ставим, когда ком в яму, после этого, когда уже всё выровняли, и после этого берём и этими плоскогубцами просто, вот там, где ком прикрепляется вот как раз к стволу, вот там мы эту сетку режем, да, и если там какие-то есть нитки, вот это всё надо порезать. То есть вот это самое важное. Вот, ну, в общем, вот такие вот какие-то тонкости. Ну, с другой стороны, я думаю, что, Дин, я просто вас очень хорошо помню, и я думаю, что, ну, чтобы человек здорово, я думаю, что вы много чего сделали, но бывает, что само по себе, вот растение попалось не такое хорошее. Поэтому и даже это не проблема питомников. Так, значит, вот Елена спрашивает, прослушала ряд курсов по цветникам, всё понятно, но есть какая-то неуверенность. Планируется ли курс обратной связи по цветникам непрерывного цветения? Ну, вот я сказала, что летний практикум у нас начнётся с 15 июля, он будет длиться, юня. Я буду подробно рассказывать, на следующей неделе будет программа. Я просто к тому, что, я просто, знаете, про чему сказала? Потому что Елена Малихан только закончила курс 7 шагов счастливая, и я заметила, что все выпускники, чем больше они знают, тем больше им хочется опять знать, и тем более они не уверены, потому что они уже знают, что такое настоящая красота. И когда они знают, что такое настоящая красота, они уже думают, что вот то, что они думают, это не красота. А вот после того, как один узнает то, что они ещё узнают, вот тогда им будет всё более понятно. Ну, неуверенность есть у всех, и у меня в том числе. Но я хочу сказать, что если даже соблюдать минимум каких-то правил дизайнерских, ну, которые, по крайней мере, в школе можно изучить, то действительность превосходит ожидания. То есть растения очень много нам прощают, всё равно получается красиво. Вот. Может быть, не так, как вы ожидали. Хотя все мы, когда мы растим этих крошечных растений, мы, правда, не можем до конца вообще понять, а что получится. Но, правда, здорово получается, несмотря на всю нашу неуверенность. Вот, например, у Ольги тоже грустная история. У нас 21 мая был снег, причём очень сильный. Очень пострадал весь сад. Листья побиты. На некоторых растениях вместо листочков одни прожилочки остались. Чем помочь саду после такой беды? Друзья, только не кормите. Вот я вас прошу об одной вещи. Понимаете, всё должно быть в балансе. Вот мне кажется, что второе слово, которое надо запомнить, и всё время вот это вот в голове себе держать, это слово «баланс». Вот представьте, у вас побиты листочки. Саду тяжело, грустно. Ну, можно представить, что это как больной человек какой-то, который вот вроде как пошёл на поправку. И вот представьте, если мы его начнём закармливать икрой или там, я не знаю, какими-то там деликатесами, да, то, что мы считаем, вот должно человеку поднять какой-то, не знаю, жизненный тонус. Вот смотрите, здесь нужно, вы помните, да, что больному человеку нужно бульончик сначала, какую-нибудь жиденькую кашку, и всё какое-нибудь там слегка варёное и пареное. Ну, я сейчас утрирую, наверное, вы меня поняли. Вот с садом, который пострадал так, я считаю, надо внимательно наблюдать. Не надо ему, вот если вы правда не понимаете физиологии растений, какие-то прям вот экстремальные меры. Ну, пусть он как-то вот, вы посмотрите, ну, полить надо. Ну, может быть там и пином как-то один раз побрызгать. Ну, вот какую-то тяжёлую артиллерию какую-то не нужно включать. Нужно внимательно смотреть, не нападут ли на него какие-то вредители, потому что если он ослаблен, то значит какие-то вредители обязательно будут. Потом, я считаю, может быть, надо что-то покороче обрезать, чтобы вот этот ток не шёл до самых верхних почек. Посмотреть, вот если есть такие кустарники, которые можно покороче обрезать, пусть там что-то снизу пойдёт. Ну, в общем, если не знаете, что делать, не надо здесь ничего кардинального делать. Да, это грусть. У меня, например, был такой момент, когда, например, у меня всю лещину объели гусеницы. Ну, вот стояла она у меня весь сезон такая лысая. Ну, что теперь делать? Ну, она следующего сезона набрала сил, и всё с ней было всё нормально. То есть растения, они гораздо более живучие, чем нам кажется. И мы своими неумелыми действиями им причиняем гораздо больше вреда, чем пользы. Поэтому моё мнение, вот то, что я сказала, ну, ничего экстремального. Вот, дальше. Ещё какие вопросы. Вот тоже. Единственное огорчение, которое меня постигло весной, пишет Ольга. Нашествие мышей. Поели все побеги рост. Теперь они у меня рождаются заново. Буквально. Съедено всё, что выше уровня земли. И даже у мужевельника Old Goat объели две ветки почти начисто. Пришлось удалять. Как бороться с этой гадостью, кто знает, научите. Кстати, кто знает, научите. Потому что у меня такой гадости не было. И мой вопрос один. Оль, это грустная, конечно, история. Давайте мы представим, что всё это часть жизни. Вот нет ничего идеального. Нет никаких идеальных условий. Нет от этих мышей никакого спасения. Потому что это вот Анна Кабылкин не даст соврать, что в прошлом году у неё по осени бывает нашествие мишей. Это бывают такие вот года, да, когда мыши особенно сильно расплодятся. И, кстати, я хочу вам сказать, что, а может, и мы в этом тоже повинны. Потому что что мы делаем? Использование всяких там вот этих вот инфектицидов и тому подобных ядовитых веществ, которые мы пытаемся извести что-то вредное, на наш взгляд, да, что мы делаем? Нарушаем пищевую цепочку. И сразу возникает дисбаланс. Сразу, как только мы что-то одной из пищевой цепочки вынимаем, у нас может быть и всё гораздо, ну, то есть всё сдвигается. То есть кто-то становится голодным, да, я имею в виду из природы кто-то, да, кто-то становится голодным, кто-то сразу на его место расплодится, как те же мыши, да, то есть кто-то стал голодным, соответственно, мыши расплодились. И я это к чему сейчас говорю? Я к тому разговору веду, что спереди лето. Вы уже закупились, да, все яды химикатами. Я даже не сомневаюсь, что у вас в ваших садовых аптечках огромное количество. Вот есть такая штука, порог вредоносности. Вот вам нужно об этом помнить, что когда вы видите несколько гусениц на ваших деревьях или кустарниках, это не время не доставать свои пульверизаторы и яда химикаты и всё это обрабатывать. То есть если вы начнёте всё-таки всё время думать, что вот уничтожая даже ту же тлю, вы опять где-то нарушаете баланс. Вы начнёте гораздо меньше всего это делать и мы меньше нанесём вреда природе. Я сейчас не говорю как эколог какой-то, который прям зелёный и на всю голову. Вот правда вам говорю. При всём том, что вы знаете, как я с уважением отношусь к природе, вы всё-таки... Ну наша задача дать жить всем. Вот дать жить всем. Потому что это опять жизнь. Ну и вот эти вот холода, и вот этот вирус, и ещё куча всяких вещей, это всё всё равно происходит в природе. И мы как люди, ну мозг должны включать для того, чтобы не только вот себе сделать хорошо, избавиться от чего-то, да, или там чему-то помочь, но и как-то всё-таки понять, что мы вмешиваемся в природу тем, что мы вот эти ядохимикаты раскидываем. Да, вот про улитки та же самая штука. Вот, кстати, улитки это вообще та самая история, которая... Вот у них нету естественного вредителя, естественного хищника, то есть естественного пожирателя. Вот это Людмила пишет, она из Беларуси. Вот в Беларуси она пишет, улитки становятся всё больше и больше, крупные, красивые, но сколько они всего пожирают. И не только я слышала про эту проблему в Беларуси, есть такая же проблема и в Ленинградской области, когда улитки всё пожирают. Нету естественных пожирателей этих улиток, поэтому они располодились, и поэтому мы вот сейчас пожираем платы вот этой своей человеческой деятельности, да, что мы эти улитки, ну каким-то образом эти улитки были завезены. Нет баланса, значит, вот будут вот такие вот штуки. Спросите у тех, кто живёт на юге, как они мучаются от того, что вот эти вот все ядохимикаты таким вот прям ну очень серьёзным образом используются в сельском хозяйстве. Как это всё изменяет баланс, который есть в природе, и как это теперь сказывается на нашем с вами подсобном, личном подсобном хозяйстве. Вот есть вот такая вот разница между личным подсобным хозяйством и сельским хозяйством, и ничего хорошего не бывает, когда всё это без... ну, несистемно, скажем так. Несистемно. Кстати, я хочу вам сказать, что вот если отличие профессионального дизайнера, вот одно из отличий профессионального дизайна, то что он применяет какие-то даже профилактические методы только тогда, когда он в прошлом летом видел засилие каких-то вредителей. То есть вот профилактическая обработка, она бывает только когда, когда вы точно знаете, что в вашем саду была какая-то болезнь, или в вашем саду были какие-то вредители. Ну, потому что вот так вот. А если вот прям вот вам говорят, давайте мы вам очистим сад от всего, ну, подумайте, вот 10 раз надо ли вам это. Так. Поэтому ничего не сделать, Ольга. Вырастут ваши все можжевельники, розы отойдут. Пусть не в этом году, но что-то будет. В принципе, никакого, кроме вот этих всех обычных, то, что продается в магазинах, нет никаких других способов избавиться от мыши. Все равно, потому что не избавиться, как от кротов. Вот. Светлана спрашивает. В моем саду этой весной, благодаря школе сад по новому, были большие переделки. Появилась новая композиция, обнимающая часть дома. Новые жители сада уже порадовали цветением. И вот не знаю, как заполнить огромные площади вокруг малышей. Подскажите. Посадила растения на правильное расстояние, расчетные. Но расстояния эти приличные. Ну вот, это моя любимая тема. Значит, я просто про себя скажу, почему у меня не было такой проблем. Вот такой проблемы. Смотрите, вот как у вас здорово, когда есть определенное посадочное место. Когда расстояние, когда вы сажаете, ну, такие маленькие растеницы по 50-60 сантиметров, а расстояние между ними, например, там 2 метра. Представляете, какая вот? Ну, то есть, вот он, я вам фактически показываю, сколько занимает, а потом через 2 метра вот такой же. И все это остальное голая почва. И, естественно, вот, скорее всего, это будут сорняки, которые надо полоть. Это нормально, полоть сорняки. Это первое. Второе. Все думают, что такое питомничек? Как это вот питомничек сделать? Вот у вас здесь чистая земля. Вот все, что вы хотите подрастить, вы можете сажать вот в эту чистую землю. Конечно, никакой красоты не будет. Но те растения, которые должны сидеть на постоянных местах, они растут. и они, вы им можете там больше ухода давать или еще что-то, но как-то они все равно, когда на постоянном месте, они все равно со временем обгоняют вот то, что рядом. То, что вот это вот подрастающее и то, что вы там со временем там цветы какие-то будете делить, вы уберете. Это естественно. Но пока вот эту вот всю голую почву вы можете использовать вот для подсадки. Там, купили что-то? Думаете, куда посадить? Не думайте. Сразу сажайте сюда. Это не композиция будет. Композиция, она вот из тех, которые посажены на постоянное место. Но она все равно еще не видна. А это, это земля просто для того, чтобы вы, если уже, не знаю, ухаживали там зачем-то или там по Оле что-то, вы понимали, вы не голую почву полите, вы полите свой питомничек. Ну, то есть, это такая, ну, такой компромиссный вариант. Это первое. Второе, это цветники, конечно. Конечно, я считаю, что лучший способ изучить цветы, это один раз хотя бы вырастить их не на постоянном месте. Вот как раз вот это место между правильно посаженными на правильное расстояние кустарниками, это лучшее место для выращивания вот этих вот цветов. Помните, да, что когда мы с вами сажаем цветник, то надо хотя бы, чтобы было, ну, 3-4 растения одинаковых. Как это сделать? Вы покупали, 3-4, рука не поднимается покупать. Я сама вот покупала новые сорта эхинацеи, я не покупаю их, я знаю, что их надо там 5 штук минимум этих эхинацеи, но я все равно же купила две и просто посадила их в надежде, что они разрастутся. Вот, поэтому вот так можно, то есть, вы, например, а вы можете одну купить, посадили и смотрите за это эхинацеи. вы наблюдаете свои растения на постоянных местах, вы наблюдаете растения, которые вы посадили, вы даже можете, я очень, кстати, рекомендую, как раз вот на это первое время составлять какие-то, ну, на ваш взгляд, какие-то первые композиции из цветов. Вот вы думаете, ой, а как бы посадить? Ну, я вот у Натали там проеху слышала, я у Натали там про контраст слышала, ой, я там еще где-то подглядела, какие-то, ой, да я у себя посажу. И вы сажаете не по штучкам, а вы сразу, например, три каких-то растения купили, цветочек многолетника, посадили и думаете, вот я посмотрю, что получится. И таким образом, кстати, эпитудольф делает, когда он какие-то новые растения покупает и он смотрит, получится ли какое-то сочетание или нет. Я думаю, что все дизайнеры, прежде всем, чем что-то посадить на постоянное место, они тоже растения испытывают. Как они будут именно в сочетании с друг другом, они поодиночке. Поэтому вот эти места с чистой почвой можно использовать в качестве питомника. Ну и на каиле, или еще одна вещь, которую я никогда, кстати, не делаю, это мульчирование вот черным спонбондом. Ну мне это вообще некрасиво. То есть это мне прям, вот это я считаю, нужно делать тогда, когда вы приезжаете на участок, очень редко. Вот, например, вы месяц там не были, и за месяц, конечно, трава вся вырастет, поэтому самое лучшее это накрыть все черным спонбондом и просто приезжать и радоваться тому, как подросли ваши молодые растения. Ну, она черный спонбонд. Ну, сами знаете, у молодых, у детей, когда ребенок младенец, у него тоже очень много всяких недостатков. Вот. Но мы с этим тоже миримся, потому что есть самое главное достоинство, этот ребенок вот прям радует просто своим присутствием. Так же эти наши молодые кустики радуют своими присутствием. И радуют своими присутствием. Вот. Ну, вот так вот, да. Ну, ничего другого нет. Но мое решение всегда все-таки сажать подрочные кустарники на постоянные места. Вот сейчас, когда я у заказчиков, сажать вот эти вот подрочные кустарники. То есть, сначала они где-то там подросли, а после этого вы их уже пересаживаете на постоянное место. И тогда буквально там за два, за три года все это прям уже нарастает. и всегда я, когда планирую вот эти вот свои композиции, я, конечно, делаю всегда переднюю кромку плотную из цветов. То есть, у меня всегда кустарники, но мне редко просто заказчики заказывают отдельные цветники. То есть, как правило, это кусты, и перед ними метра полтора вот эта цветочная полоса. И когда вот, и когда эти цветы растут, они уже в первый год уже дают вот эту декоративность, то это настолько отвлекает внимание от того, что кустики еще недостаточно большие. Поэтому, ну, вот такая вот, ну, как я говорю, вот такая вот жизнь, да, вот она такая жизнь, что эти помедленнее, но в первый год именно многолетники дают нам вот эту радость от того, что ура, ну, выросла и красиво, и так все мне нравится, и я вот на это смотрю. А потом уже кусты начинают подрастать, и чем-то тоже нас радует. Поэтому, вот мое какое-то такое мнение, что вот это переключение внимания, оно дает вот такой вот эффект. Ну, надеюсь, я ответила на вопрос, что вариантов, может быть, много, зависит от ваших желаний, зависит от того, сколько раз вы бываете на участке, зависит от того, ну, вот, кто вы по натуре. Я была в те времена, когда у меня такие же вот кустики, вот такие вот были, я была испытателем, исследователем, искупала все, что только можно, поэтому понятие голой земли у меня просто не существовало в саду, все было исключительно вот в цветах. Я так однолетники все испытывала. Кстати, сидораты еще сеют, очень, кстати, неплохо получается, вот если сидоратами вы засеваете, и получается у вас такие вот зеленые коврики. Или, или однолетники, я тоже испытывала все многолетники, однолетники, которые только могла, просто приходила в магазин, вот все, что продавалось, слава богу, наверное, раньше меньше продавалось, все покупала, и все просто сеяла, и смотрела, как это выглядит. Вот с тех пор, зато никогда не хочу никаких однолетников, насмотрелась на эти красивые ковры, посмотрела, как это происходит, когда он действительно весь сезон, этот однолетник растет, и сделала для себя какие-то выводы, вот в этот момент все остальные цветки и подросли. Вот. Я думаю, что я ответила на все вопросы, вот еще на один отвечу, и потом я посмотрела в чате, там есть несколько вопросов, я тогда тоже отвечу. Анна пишет, я так радуюсь, какой проект получился у меня на вашем курсе, это был год назад, Анна, я тоже прекрасно помню ваш проект, а сейчас хочется немного скорректировать план, это, наверное, нормально, пока сад еще не реализован, как у меня, но когда уже все построено, надо уж, наверное, будет успокоиться с идеей, а у вас, как бывает в вашем саду, возникает желание перестраивать, вот, а потом Анна еще, ну там в чате я посмотрела, Анна сказала, что у нее все функциональные зоны остались на своих местах, и хотелось только немного скорректировать вот эти размеры посадочных мест, и я хочу вам сказать, что это как раз то, что как раз можно менять, и самое главное, чтобы были правильно расставлены строения, самое главное, чтобы было правильное функциональное зонирование, и самое главное, чтобы были правильно распланированы дорожки, и места посадочных зон, Вот места посадочных зон это не то, что форма посадочного места. Вот форма посадочного места может изменяться. И помните, я часто очень говорю, что вы решите, когда я вижу, что все-таки вы недостаточное посадочное место взяли по размеру. Я говорю, ну вы на месте тогда, когда вы разобьете, вы почувствуете, вам побольше надо или поменьше посадочное место. Это нормально, это я иногда сомневаюсь, хотя я тоже сейчас четко знаю, какой надо размер посадочного места. но все равно какие-то вещи я проверяю на участках если у меня есть какие-то сомнения поэтому она все здорово вот у меня было именно так как вы говорите то есть какие-то посадочные места корректировались более того конечно я очень много вы поскольку испытывал растение и просто растение например когда я увлеклась природными цветниками я везде тут у меня теневой был тут у меня там и сухой цветник там у меня альпийский лук а здесь у меня была прерия то есть все я это все испытала потом я там еще чем-то увлеклась и например растениями из лесов и я таскал эти растения из лесов покупала все что тоже относится к лесным растений тоже смотрел как это все будет расти но я хочу сказать что то поляна который мне больше нравится который я вам все время показываю это вот то что с самого начала посадилась на постоянные места и больше не изменял и на мой взгляд это единственное место в саду которая я она видимо не ну какая ее под руководством же своих тоже учителей посадила по плану как положено и с тех пор я не переделал и она и до сих пор это место который мне вообще не хочется никаким образом переделать поэтому это ну нормально что вы что-то сделали основу основы самое главное нормально когда у вас возникает желание что-то поэкспериментировать но пусть у вас будет какое-то место в саду на котором вы не будете экспериментировать которые вот вы сделаете которые у вас в принципе ну на мой взгляд вызывает ну и наибольшую уверенность как если я говорю 20 на 80 соотношения ну решать для себя сами что у вас будет 20 процентов эксперимента или постоянство или или наоборот вот каждый выбирает именно по себе так друзья уже мы с вами 45 минут проговорили я сейчас буквально отвечу на вопросы которые всех рада 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 видеть которые я вижу в комментариях писали и ультразвуковые какие-то от мышей в общем знаете как мне мои умеет заказчики тоже который очень такие вот прям ну против мышей тоже были но ними объяснили так как только прекращать что-то делать мыши опять набегают ну так бывает так ольга демина участок небольшой хочется совместить красоту с пользой можно сделать композицию из кустарников с использованием плодов деревьев какие кустарники будут чувствовать себя хорошо в таком соседстве можно я буду коротко говорит ладно что я на этот вопрос уже много раз отвечала и я просто скажу можно относитесь к плодовым как обычным деревьям у вас будет снижение урожая если вас это не волнует то тогда можно все использовать и смотрите на вот то плодовые которые вы будете использовать она будет красиво вот как ну просто как декоративное растение то есть прежде всего это будет декоративное растение если вы его будете использовать декоративных композициях потом уже плодовые растения вот если вам с этой точки зрения вы не будете найти резать там сильно яблоню прям вот не могу я когда так яблоня режет мне лично не очень это приятно когда в угоду урожаю яблоню всю корежит ну потому что она в декоративных композициях таких случаях не вмеш не вписывается она может быть отдельно стоит как плодовый сад была такая кривенькая но мы все понимаем это дерево дает плоды и ему таким надо быть декоративных композиций важно форма кроны важно вот этот объем который создает яблоня и из-за этого ну вот где-то приходится там что-то жертвовать обрезка или еще чем-то подходом к этой яблони возможности обработки этой яблони то есть все можно но не ну есть всякие но а кусальники нормально себя чувствует таком соседстве так я сказал это если коротко катальпу не наблюдали в подмосковье или москве как она себя чувствует у нас катальпа у нас не растет катальпы растут внутри москвы есть в александровском саду в подмосковье тоже растут сашка саконов отвечает но вопрос в том откуда приедет ваш саженец ищите сеянницу кальционеров они есть я такой себе купил я согласна кстати сашей ну вот например у меня есть тут моя ученица из онлайн оффлайн школы она купился катальпу но у нее в первый же год она умерла вот у саши очень сухой очень теплый участок то есть вам нужно смотреть какой у вас еще микроклимат я бы с катальпы не экспериментировал бы но саша он известный коллекционер поэтому он он вот у него может знать как там растение его любит скажем так вы обещали видео про обрезку будет не доделала есть много наработок но не успела все смонтировать но постепенно будет да я не брызгал каждый день говорит дина ну дину вот да вот это самое главное посмотрите видео на ю тубе я там правда прям целый 15 минут но там сплошная вот сплошная суть суть пересадки ничего больше не надо вообще про пересадку знает только вот это знать знать когда кон появится конструктора его нету его нету шейк проверил все ок ну вот я вот так сказала а то уж и от мышей лучше кошки никто не придумал я кстати тоже согласна и наш преподаватель тоже по энтомологии он тоже нам сразу это сказал что лучше кошки от мышей нет татьяна спрашивает посоветовать какой лучше взять дерево для формирования штампа липу или клен возможно у эрги канации сформировать три свала можно липу или клен и я бы липу взяла либо вообще прекрасно поддается формовки и у нее меньшими как проблем чем у клёна питомники пугает что это очень миль милый разрастающий искусств я вот сегодня снимал видео я покажу вам аргу в своем ну вот в таком виде как вот моей почти 20 лет я думаю это эрги и какая-то большая но она хорошо стрижется эрга очень хорошо стрижется и поэтому ее прекрасно можно формировать и в три ствола и даже в один ствол и зонтиком и шариком в общем она такая милая но за ней тогда наследить ну если ее правильно посадить у меня чего четыре метра и прекрасно это маленькое деревце вот но я имею ввиду иргу ламарк тоже вот саш дополняет 10 сантиметров этого мало для бордюрной ленты маловато 15 обычно делаю но когда экономлю то 10 тоже делаю друзья на бордюрная лента тоже вы не думайте что она ну навсегда ну ладно и про бордюр на не буду говорить все таки я хочу видео сделать то что и час начну комкать все вот да у меня не 6 мы посмотрим завтра я поставлю рейку и покажу вам сколько это эрга так у эрги канадской до съедобные плоды завтра кстати прорву карната к канадскую действительно будет видео ну достаточный кусок поэтому надеюсь что мы успеем его смонтировать и она тогда будет друзья ну по-моему так вот мне сразу написали еще какие 5 растений лучше сажать сразу крупными или средними есть ли те которые вы бы посоветовали не сажать милипуськами а вложиться в покрупнее но это большой вопрос это большой вопрос сразу крупными вот сирень я бы сажал знаете какие я бы крупными сажал те кустарники которые должны быть крупными помните у нас и 3 метра куст 2 метра и курт и 1 метр вот у нас должны быть всегда вот эти к трехметровый опережать 2 и метровый для того чтобы мы за вот эту вот ну группу чтобы она пропорционально смотрел и поэтому вот всегда нужно тех растений которые у вас будут большими ну например а вы вот калину бальденеш сажаете да вот ее надо сразу взять чтобы она была побольше она к тому же растет не быстро сирень сирени кстати тоже не быстро растут поэтому я бы тоже взяла чтобы она была покрупнее ну какие еще ну деревья вот вообще здорово если вы посадите хоть какие-то деревья ну достаточно крупными что это тоже очень хорошо дает сразу какой-то объем хотя конечно даже взрослый все равно большие деревья это очень здорово влияет на то как смотрится сад вот всякие там дёрины пузыреплодники спиреи это все очень быстро растет и это растение второго плана они достаточно быстро оставить поэтому вот ну вот мое мнение вот как я сказал и там арония черноподная тоже медленно растет но она это растение 3 3 я стусть она самая высокая не 1 яроссу все на самое высокое должна быть в ярусе поэтому ее все-таки лучше тоже братья растет медленно вот какая такая штука то есть вас ваша задача всегда узнать это растение с высокой скоростью роста или с низкой как правило если вот эти которые с низкой скоростью роста они дорогие вот они дорогие поэтому сирень она всегда крупная будет стоить дорого то что это же из-за из-за этого опять не скажу ну вот вы поняли мою логику я знаю есть техника плоткой посадки как она работает да никак она не работает вы просто используете техники я написал что просто вы вот людьми убил их не рассказывала вот а вернее показывала цветники свои которые она в первый год своей ноты посадил цветники и как они выглядят и это сразу просто великолепно как и так делает она сказал мы сажаем плотно то есть но через два года эти цветники просто приходится рассаживать поэтому здесь вот всегда такая вот ну палка двух концов если мы хотим сразу красиво то это будет дорого то есть мы либо растение сажаем плотно либо мы берем растение крупные если мы хотим и тогда вот прям если вы в один сезон сделали цветник то у вас никаких конечно не будет там сорняков но практически никаких сорняков не будет потому что первый же год все цветы срастутся и у вас будет вот такая вот красотища поэтому вот это есть техника плотной посадки но дороговизма здесь не только в том что вы потратите больше денег на посадочный материал но еще в том что через несколько лет а это прям буквально два ну максимум три года а мне кажется даже раньше вам придется этот цветник рассаживать вот такая вот то есть труд так смотрю еще что-нибудь да есть бы запись будет есть еще есть ящерицы и ежики так вот все вроде я сказала друзья ну все я по моему все рассказала вам что хотела рассказать значит слить пожалуйста за рассылкой очень зову вас всех на летний практику особенно новичков особенно тех кто уже думает ну ну наталья ну что там у вас 11 лекции из секреты секреты современных цветников у вас там по 4 лекции в маленькие цветники злаки дымки столько много это когда я все это прослушаю еще сколько денег надо вот как мне вообще сделать цветник которые вот можно вот вот как нечискать назовите 5 растений которые можно сажать крупными вот вот этот летний практику который начнется 15 июня и который две недели всего длится это такая вот штука когда ну берем 2 плюс 2 и получаем 5 ну то есть я к тому что очень простой алгоритм но вы все вот свои растения которые у вас есть вы прям так вот посадите и прямо увидите как у вас первый замечательный цветник вы увидите все правила про которые я говорю про контраст нюанс про повторы вот вы все это увидите и вы прям так я дизайнер пора планировать сад по-настоящему это то есть это летний практикум это для того чтобы свой глаз класс настроили на то чтобы смотреть на растения и смотреть на весь садовый мир как дизайнер вот для этого нужен вот этот вот летний практикум он он недорогой он длится всего две недели и он дает вам задел на все лето то есть все лето вы потом будете сквозь смотреть сквозь призму вот этих всех вот этого алгоритма и всех вот этих тонкостей про которым я очень много говорю на всяких разных курсов и и прям вот это очень хороший старт он бывает всего раз в год вот в июне месяце поэтому не пропустите пожалуйста и поучаствуйте кроме этого мы будем готовиться к практикум поэтому у нас будут каждый день какие-то какие-то будут посты тексты картинки все про цветники и вы за этот месяц весь июнь нас будет посвящен цветникам и вы очень много узнаете не про растение да не про растения там про их цветочки листочки и так далее вы узнаете как вот растение использовать как строительный материал для сада то есть как некие такие кирпички какие у них есть такие параметры на которые надо смотреть для того чтобы начать из вот этих вот растений строить садовые какие-то композиции цветники и в общем другие сотовые элементы в общем чтобы вы научились использовать эти растения ну так как используют их дизайнеры не смотрят ни на какие сорта и у них есть определенные параметры на которые на которые мы обращаем внимание спасибо вам большое за внимание я еще раз посмотрела нет ли друг вы думаю каких-то вопросов надеюсь на все вопросы которые можно ответить ответила если что задавайте в комментариях я посмотрю но не забывайте что правда есть такие вопросы которые нужно прям реально хорошие серьезно задуматься и вам в том числе и если вы иногда не находите ответ на вопрос скорее всего это вопрос сложный то и нормально идти к решению этого вопроса как каким-то ступенчатым образом вы все знаете он при сашу законно сашка просто здесь поэтому мне к слову и я например знаю сколько саша учился много разное и где он только не был на киток мастер-класса какие только он книги не читал и теперь конечно его слушать одно удовольствие и наблюдать сад который растет у него тоже одно большое удовольствие секрет то небо у него в инстаграме можно поглядеть и в группе вконтакте в его личной страничке тоже но это тоже большой труд и много-много таких вот знаний которые первообращаются потом в этот практический опыт пока пока на следующей неделе опять встретимся и расскажу вам про цветники уже всего доброго спасибо за внимание рада что вам понравилось